С первого канала moda.1tv.ru Заседание сегодня закрыто, а с вами увидимся очень скоро на следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 США, ушедшая во мрак главная елка страны, так и останется без иллюминации. Как говорят в полиции, гирлянду в Вашингтоне повредил некий мужчина в состоянии эмоционального расстройства. При этом от прозябания в темноте эту елку не спасет даже то, что стоит она не где-нибудь, а на лужайке перед самим Белым домом. Дело в том, что Дональд Трамп не договорился с Сенатом по проблеме строительства стены с Мексикой, из-за чего не удалось согласовать и продление финансирования правительства. Его работа сейчас приостановленная, поэтому ремонт гирлянды оплачивать некому. Президент США вместе с супругой Милани торжественно зажег главную елку в конце ноября, этой традицией без малого века, но теперь она может прерваться из-за политических дрязг в Вашингтоне. А ведь Белый дом незадолго до атаки сумасшедшего на елку хвастался длиной гирлянды. Теперь это просто 7 километров проводов. Ну а в Москве последнее приготовление к самому любимому для многих празднику. На Соборной площади столетнюю елку украсили гирляндой и более 2000 игрушек. Не секрет, что больше всех наряжать новогоднюю красавицу любят дети. Фигурки животных, птиц, а также бусы на кремлевскую ель вешали юные хоккеисты из школы Олимпийского резерва. На нижних ветках появились игрушки в форме шайб и клюшек. Молодец! Вот, я зубы где потерял. Пекли зубы. Ну-ка покажите свои зубчики, ну-ка покажите. О-о-о! Смотрите, хоккеисты все без зубов. Вот это красава! И ты без зубов. Первый раз нашим хоккеистам разрешили елку наряжать, да? Доверие. Да, доверие, такая честь. А знаете почему? Так вот думаете? А потому что главная команда у нас Олимпийский чемпион в этом году. Вы болели за команду? Да. Еще правильно. Претендентки на звание главной елки страны проходят строжайший отбор. Основные критерии это возраст дерева, не менее века и его красота. Нынешняя ель из Щелковского района. Ее высота 27 метров. На этом все. Сейчас передаю слово коллегам из программы Доброе утро. Спасибо, коллеги, и вам спасибо, дорогие телезрители, что встречаете это утро вместе с нами. С вами Антон Привольнов и Анастасия Трегубова на календаре вторник, 25 декабря. Да, скажем больше, 5, 06 и даже 13, 14, 15 секунд. А во столько же. Ну, отличная новость, друзья мои, которая совершенно точно касается всех нас. С сегодняшнего дня, с 25 декабря, первый канал, как всегда первым, перешел на регулярное одиннадцатизонное вещание. А значит, это вот что. Страна у нас огромная. На Дальнем Востоке уже утро, а в Калининграде еще ночь. Шутка ли сказать, 11 часовых поясов. Поясов-то 11, а зона вещания до сегодняшнего дня было всего 5. Поэтому, мягко говоря, не везде наше телевизионное время совпадало с вашим реальным временем. Так вот, теперь с этим будет все в порядке. Можно сказать, минута в минуту, секунда в секунду. Везде мы первый раз за день скажем вам доброе утро в 5 часов.